В эфире первый в 2016 году выпуск информационной программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших телезрителей. Рабочий день подошел к концу и наши авторы готовы поделиться с вами новостями Рязани. Смотрите сегодня. Теннис большой в Рязани проходит международный турнир по теннису Кубок Кремля 2016. А снег идет. Коммунальные службы не справляются с таким количеством осадков. Сотрудники силовых ведомств подводят итоги своей деятельности в праздничные дни. В Рязани 8 января стартовал международный турнир по теннису Кубок Кремля 2016. В нем принимают участие юноши и девушки до 15 лет. Проходит он на базе Академии тенниса имени Озерова. 9 числа состоялся первый день игр. Рязанцы и гости города могут посмотреть за играми юных теннисистов. Вход на балкон из зала Академии свободный. Ну а более подробно расскажет Алена Куколева. Торжественное звучание гимна России и около 20 флагов стран-участников. Так прошло открытие международного турнира по теннису Кубок Кремля. 48 юношей и 48 девушек в возрасте до 15 лет, сильнейшие молодые спортсмены мира и стран Европы, а также Казахстана, Таджикистана и США, приехали в Рязань для участия в турнире. Достойной площадкой для проведения соревнований стала Академия тенниса имени Николая Озерова. Для меня этот турнир очень важен. С той стороны то, что здесь люди приехали из разных стран, то есть можно посмотреть на других людей, то есть как играют в других странах с той же части, как показать себя, проявить свой уровень может быть. Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, соревнования по большому теннису такого высокого уровня проводятся в Рязани впервые. Но они имеют все шансы стать еще одной ступенью в становлении будущих звезд мирового тенниса. На соревнованиях присутствует и руководитель Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Он назвал Кубу Кремля самым значимым молодежным турниром в стране. Игры в рамках турнира продлятся до 16 января. Вход для всех болельщиков свободный. Сильный снегопад, начавшийся еще в пятницу, буквально парализовал движение в городе. За два дня в Рязани выпало рекордное количество осадков. Около сотни единиц техники, выдвинувшиеся на борьбу со стихией, не справлялись с ее напором. И если в центре дороги еще более-менее очищены от снега, то во дворах ситуация куда более плачевная. Обо всех нюансах снежной напасти расскажет Анна Герцовская. Уборка снега на дорогах Рязани происходит в круглосуточном режиме. Большая часть работ выполняется в ночное время суток, поскольку дороги в это время оказываются свободны от транспортных средств. За прошедшие сутки для уборки города было выделено более 120 единиц снегоуборочной техники. В результате было вывезено 6,5 тысяч кубометров снега. Для механизированной уборки города в учреждении имеется порядка 100 единиц специализированной техники. Для ручной уборки учреждение привлекает 185 рабочих по благоустройству. Рабочие по благоустройству убирают от снега дорожки в парках, скверах, тротуары и остановки общественного транспорта. Особое внимание мы сейчас обращаем на пешеходную, на очистку пешеходных переходов для обеспечения доступа пешеходов на проезжую часть. Уборка снега в городе происходит в несколько этапов. В первую очередь выполняется очистка главных дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эти дороги уже свободны от снега и автомобилистам удобно по ним передвигаться. Что касается второстепенных дорог, на них еще остаются снежные завалы. Автомобилям приходится самим прокладывать свой путь. Но уже сейчас началась работа по уборке этих участков. Уборка второстепенных улиц, соответственно, осуществляется во вторую очередь. И поэтому вот есть несколько такая разница, но она преодолевается с небольшим промежутком времени. Заваленными снегом остаются и дворы жилых домов, за уборку которых горожане регулярно платят коммунальные взносы. Некоторые жильцы своими силами с помощью лопат расчищают подъезды своих домов. Другие обращаются в управляющие компании для выполнения теми своих обязательств. Вы вправе в дальнейшем требовать компенсации и морального вреда, и взыскания штрафа за нарушение добровольного порядка удовлетворения ваших требований. А добровольный порядок – это ваши претензии, к которым вы указываете, что вы недовольны качеством и безопасностью тех работ, за которые с вас взяли немалые деньги. Снежные завалы во дворах и придворовых территориях не только мешают людям ходить, они могут привести к нежелательным последствиям. Люди, перебираясь через сугробы, рискуют получить травмы, испортить свое имущество или одежду. В этих случаях рязанцы могут потребовать компенсацию ущерба у своей управляющей компании или у той организации, которая является ответственной за содержание той территории, на которой был причинен ущерб. В Новый год с новыми тарифами. Это в нашей стране стало уже доброй традицией. Но стоит отметить, что с недавних пор стоимости некоторых услуг начали завышать просто безбожно. Россияне, которые не установили дома приборы и учеты, теперь будут платить заводу в пять раз больше, чем те, у кого счетчики установлены. С 1 января соответствующий тариф уже вырос в три раза, ну а с 1 июля планируется, что он возрастет в пять раз. Ожидается, что повышение тарифов коснется 30% жителей страны. Его избегут лишь те, в чьем жилье невозможно установить счетчики по техническим причинам. Об этих и других изменениях, которые коснутся каждого россиянина, узнаете из сюжета Марины Комиссаровой. Погода подарила рязанцам по-настоящему зимние снежные дни. Сказочная атмосфера, которой так не хватало в декабре, между тем принесла жителям города новые проблемы. Городские службы не успевают справляться со снежными заносами, ставшими настоящим препятствием как для пешеходов, так и для автомобилистов. Кто обращается к нам за помощью, жалуется на неудовлетворительное состояние придомовых территорий. И люди говорят, что мы платим в том числе и дворникам. Понятно, не дворникам напрямую, а через управляющие компании, через ТСЖ. Но должной уборки нет. Понятно, что снегопады, которые прошли, они не дают возможности быстро произвести уборку. Но тем не менее, графики, которые устанавливаются, и сам график работы обслуживающих, обслуживающих персонал, должен учитывать интересы потребителей, которые регулярно платят деньги. Деньги плачем немалые за содержание, в том числе при домовой территории. И каждый вправе требовать. В конце минувшего года реалии российской экономики вынудили власти как на федеральном, так и на региональном уровнях принять целый ряд решений о повышении цен на услуги в 2016-м. Картина, конечно, привычная, но в условиях кризиса особенно нервирующая общественность. Уже с 1 января в Рязани до 18 рублей увеличилась стоимость проезда в городском транспорте. Относительно того, что будет увеличение за пользование водой, если у вас нет счетчиков в несколько раз, то опять-таки нужно посмотреть, какова правовая природа данной нормы, по инициативе которой было установлено подобное увеличение стоимости. Поэтому каждый потребитель, который платит за услуги, он должен знать, из чего состоит данная услуга. Мы часто слышим критику в адрес тех организаций, которые являются монополистами, и качество услуг, которое и безопасность не соответствует нормам. Хочу сказать, что если качество и безопасность той воды, которую вы получаете, не соответствует нормам, вы вправе за эту воду не платить. В начале Нового года горожане получили еще один подарок в виде новости об увеличении тарифов. В декабрьских постановлениях РЭК, например, отражено поэтапное подорожание горячего и холодного водоснабжения. Ожидается повышение действующего показателя на 6%. При всем этом не стоит забывать, что вы вправе требовать заключения письменных договоров на оказание данных услуг и требовать в дальнейшем тех объемов услуг, за которые вы заплатили. Давайте начнем Новый год с того, что будем больше знать о своих правах, но и в том числе об ответственности. Если действительно вы являетесь должником, то вы обязаны платить, и те штрафы, которые установлены законом, они в том числе должны оплачивать с вашей стороны. Чтобы подобного не было конфликта, здесь нужно найти цивилизованный диалог, и я думаю, вот это заключение письменных договоров и предоставление СМИД с указанием объемов и стоимости даст вам возможность проконтролировать качество и объемы тех услуг, которые вам оказывают монополисты. Похожая динамика будет и у водоотведения. Только уже через полгода цена на него вырастет почти на 12,4%. Подорожает с июля и электричество. Киловатт-час прибавит в стоимости 7,5%. В октябре правительство Российской Федерации установило в Рязанской области предел подорожания коммуналки 4,4%. Теоретически, выше этого уровня в 2016 году сумма в вашей квитанции подняться не должна. На практике, если взглянуть в таблицу, мы видим, что перечисленные услуги подрастут в цене значительнее. Не обошлось праздники без трагических событий. Вечером 9 января возле одного из домов на улице Интернациональной была обнаружена 16-летняя девочка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По пути в больницу несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи. В целях наиболее полного выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые способствовали совершению несовершеннолетней суицида, Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это доведение до самоубийства. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В праздничные дни сотрудникам силовых ведомств было не до отдыха. На постах ДПС и на улицах города полицейские несли усиленную службу. Ведь ни для кого не секрет, что в новогодние праздники количество нетрезвых автонарушителей резко увеличивается. Сотрудники автоинспекции рассказали о результатах своей работы за прошедшие праздничные дни. Об опасности вождения автомобиля в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД говорят постоянно. Однако такие предупреждения действуют далеко не на всех. За эти праздничные выходные дни инспекторами ДПС задержано 150 водителей в состоянии опьянения. Еще 11 человек отказались от прохождения свидетельствования. А в отношении 16 автомобилистов возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. 8 января около 21 часа в областном центре сотрудники отдельного батальона ДПС, находясь в рейдовом мероприятии, подали сигнал об установке автомобиля «Лада Приора». Сотрудники полиции продолжили преследование автомобиля. Остановив водителя, они почувствовали резкий запах алкоголя. Пройдя свидетельственное состояние опьянения, алкотестер показал 0,892 мг на литр выдыхаем воздух. Давайте. Ну, вам не продолжительный выдох. Еще, 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 еще. Сколько скажите, пожалуйста? 0,892. Причем для этого водителя вождение автомобиля, будучи навеселей, не в новинку. Его уже штрафовали на 30 и на 50 тысяч рублей. Лишали право управления транспортным средством более чем на 5 лет. И даже арестовывали на 15 суток. Однако мужчина это ничему так и не научило. Теперь любителю выпить и в пьяном виде сесть за руль грозит уголовная ответственность. Но, конечно, не все произошедшие за праздники аварии случились по вине пьяных водителей. Нарушение правил дорожного движения тоже приводит к серьезным последствиям. 6 января в 16 часов 40 минут в городе Рязани на улице Северная окружная дорога в строении 19 24-летний водитель, житель города Рязани, управляя автомобилем Лада Приора, выехал на полосу встречного движения и совершил сопновение со встречным автомобилем Додж Калибер под управлением 46-летнего жителя города Рязани. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Лада Приора с травмой различной степени тяжести доставлялся в медицинское учреждение. Всего в праздничные выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибло и 120 получили травмы различной степени тяжести. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Еще один материал от рязанских полицейских. Новогодние праздники в регионе прошли спокойно и без серьезных происшествий. О том, какие рейды проводились сотрудниками полиции в городе и области в первые дни 2016 года, расскажет Наталья Новикова. Новогодние праздники в Рязанской области прошли спокойно и без серьезных происшествий. В первые 10 дней 2016 года в регионе зарегистрировано полторы сотни преступлений и происшествий. Среди них одно разбойное нападение, 6 грабежей и 75 краж. Большинство преступлений раскрыты полицейскими по горячим следам. В новогодние и праздничные дни зафиксированы 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью. В ходе расследования установлено, что инциденты произошли на бытовой почве. Преступления раскрыты, подозреваемые задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. В праздничные дни сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере розничного оборота алкогольной продукции. Всего выявлено 14 нарушений. Среди них в Рязани пресечена деятельность трех кафе, которые торговали спиртными без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъято порядка 300 литров спиртного. Первые 10 дней нового года в Рязани области было проведено множество праздничных и массовых мероприятий. В охране общественного порядка на мероприятиях с массовым пребыванием людей было задействовано более 4000 сотрудников органов внутренних дел. Нарушения общественного порядка допущено не было. Этим сюжетом мы завершаем наш выпуск. Далее в эфире программа подробности. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok